Мне кажется, существует некий кризис, кризис даже не идеи Евросоюза, а кризис механизмов исполнения вот этой идеи Евросоюза. Потому что сама идея по себе прекрасна и вроде как логична. Она состоит в том, что каждая европейская страна по отдельности не может конкурировать с экономиками вроде американской, русской или китайской, или индийской. А экономика единого экономического пространства, Европейского Союза, она крупнейшая в мире. И она может конкурировать со всеми. Но проблема состоит в том, что если мы говорим о таких федерациях, как Россия или Соединенные Штаты Америки, мы все-таки говорим об обществах в достаточно равномерных культурном смысле. По-разному это происходило, но тем не менее общая культура размазана и по Соединенным Штатам Америки, и по России. Но не по Европе, потому что страны очень разные. Они очень разные ментально. Есть страны производящие, есть страны северные, есть страны южные, курортные. И как все это вместе уложить, причем разные страны религиозно, разные культурно, с разной историей, как все это уложить вместе, непонятно. Потому что механизм управления Европейским Союзом, он абсолютно не пассионарен. Это толпа чиновников. И эти чиновники, они точно такие же чиновники, как в любой другой стране мира. Они боятся принимать решения, боятся ответственности за эти решения. Поэтому вот и происходит этот кризис. Или будет какая-то крупная реформа, или будет глубокое разочарование, которое закончится, ну вряд ли оно закончится референдумом и, скорее всего, войной.